Девушки отдыхают Согласен. Идем искать предателя. Доберусь до него, оторву, блин, что-нибудь лишнее. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная глимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченов. Лариса, ты разговаривала с ним? С него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Афицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Вчеломей. Виктор, спасайся! Вчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну, стоять! Внимание! Нарокирование режима. Вызывается гарантийная отряда. Да, сам напросился. Ох, логко он командует роботами. Прямо как своими собственными. Двери за собой как-то забавляют. Рядатель Петров внес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы ищу другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор. И его придется искать заново. Уважаемые сотрудники, прослушайте этот чебетарь и оставьте на месте. Это должен запомнить каждый. Ни при каких обстоятельствах нельзя забирать домой образцы растений, даже без обидных. Цветы из лаборатории могут обладать заложенными генетическими свойствами, которые сильно испортят комфорт вашей жизни. Все, что выращено в лаборатории, должно оставаться в лаборатории. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Напоминаем, перед прохождением ежегодного медицинского обследования от предприятия номер 3826 надлежит заполнить форму ИДДК-Д1 и форму ИДК-ФА-2. Продолжение следует... То есть, вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, нет, нет. Вы мои слова не искажаете, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев или Монин? Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным. А не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в сотый раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана, мы закончили. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное, нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Таня. С ней! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался? Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала по полу? Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей. И произошла усечка экспериментального материала. Сейчас это только на бонзе. Какой счет? Кто забил уже? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что это у нас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки? Так вас, раз так. Пойду искать колбы. Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах бантовой некумбатативной математики. Раз. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините. Пообъясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивая. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Я не люблю тебя. Прости. О, нет. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ладно. Ради хорошего оружия я способен потерпеть. Милый, наконец-то. Вот так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? Ты не надеешься. Обожаю, когда ты злишься. Да, да. Ругай меня. Я была плохой девочкой и подвесила еще одного похотливого слезняка. Чего? Ты опять кого-то убила? Вот же тваря. Милый, ты так долго в меня не входил. Мне стало очень одиноко. Я должна была развеяться. Хватит! Да когда же это прекратится? Не переживай за таких мелочей, милый. Скажи, милый, тебе понравилось? Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся. Поняла? Красс! Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться. А солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинь. Очень может быть. Ремшкаф Петров так не заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь! Мать его! Ремшкаф у башку снесло напрочь. Она несет жуткий бред. А вместо нормального оружия она делает какую-то немыслимую хрень. Думаете, мы остались безоружными? На безрыбье и рак рыба. А лучше я буду бить робота стальной говночисткой, чем голыми руками. Разберемся. Одна есть. Вторая есть. Осталось найти третью. Готово. Вроде заработал. Перед вами мемориальный объект Луна. Символ советской лунной программы, явившейся первой крупной победой СССР на бесконечном пути освоения космоса. Советские космические аппараты, созданные на предприятии 3826, успешно достигли пяти наиболее важных с точки зрения будущей колонизации точек на поверхности лунного шара. Там, где через несколько лет взметнутся ввысь первые лунные города, советские луноходы взяли образцы грунта и успешно доставили их на Землю. Вскоре после этого аналогичные пробы грунта были взяты на Марсе. Программа подготовки к освоению ближайших планет Солнечной системы продвигается семимильными шагами. В память о самой первой лунной экспедиции некоторое количество грунта, тех самых, знаменитых, первых в истории проб лунного грунта, было запаяно в пять разных капсул. Их было решено сохранить для потомков в качестве памятника советской науки. в качестве памятника, но не маленькое помещение, однако. Чувствуется сеченовский размах. Что это за место? Это архив семенного фонда, сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семён различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискают погибнуть. Случайно заглянула в архив. Там всё такое автоматическое. Скоро нам совсем не нужно будет работать. Мы будем просто сидеть и слушать музыку. Вот послушай, машина такого не оценит. Семенной фонд «Казна комплекса Вавилова». Ежедневно пополняющиеся как опытными образцами, созданными специалистами предприятия, так и запасами семян, победов и пыльцы, природного происхождения. Во время войны в Ленинградском фонде Вавилова насчитывалось 250 тысяч образцов. В настоящий момент на предприятии 3826 их по общим подсчётам хранится более 500 тысяч. Каждый год учёные у Земли открывают около двух тысяч новых видов растений. И именно на это число каждый год и продолжает пополняться Вавиловский фонд. Лишь бы это чудо-баба тут не проснулось. Вавилово Вавилово Ебучие пироги! Визуально это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, мое. Да похуй, Кросс, не время! Внимание! Зафиксировано нарушение этих обрывов. Впрощение обыкновения нового фонда. Должна стать контейнером за постами. Дорога! Сохранение панда. Критический сбой в системе человеческой безопасности. Всем сотрудникам неведленно подъехать в помещение семенного фонда. Продолжение следует... Не вступать в контракт. Петро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. Свеча. Она может пригодиться. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Ебучие пироги. Сука. Правда, Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Волшебник, я П-3. Прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову разморжило погрузчиком в кровавую труху. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро. Не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П-3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назаревает проблема похуже Петрова. Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаэль Штукхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога, каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь. Слушай меня сюда, безмозговая псина. Да, майор, это запись для тебя. Я слышу, как ты шумишь и грохочешь на складе. Живым ты меня все равно не возьмешь, так что слушай. Ты даже не знаешь, что тут происходит. Ну и кто теперь безмозглый? Меня часто спрашивают. Ошибка. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Товарищи, строго соблюдайте рабочее расписание. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. А их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения березы. Система жизнеобеспечения имеет четыре основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, четыре тумбы, четыре колбы. Так точно. Каждая колба содержит уникальный полимер. Полимеры изготавливаются в цехах. Там же производится их разлив в колбы. Почему нельзя было просто сделать обычную дверь? Ой, пошли искать колбы. Как тебе наша березка? Милый. Это которая в здоровенной стеклянной колбе? И что с ней? Она, как я, ждет своего героя, который растопит сковавшую ее стужу. Все, достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Сними перчатку, и мы навсегда будем вместе. Ого, хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть. Но не обращай на нее внимания. Она бессловесное дерево. Совсем не такая, как я. Твою мать, почему ты не береза? Потому что без меня тебе было бы здесь одиноко. Да неужели? Субтитры создавал DimaTorzok